хочу рассказать сегодня немного о транспорте так как транспорт это всегда сложная тема он везде работает по-разному и мы находимся возле осло есть коммуна осло но мы находимся в большая коммуна называется викин мы находимся в нордер полом и это одна зона от осло у нас есть здесь две компании есть большая компания которая это поезда компания в и я так понимаю что она во всей стране одинакова это как когда мы ехали из бергена в осло мы ехали этой компании и здесь у нас в осло коммуне и в коммуне пильки коммуне викин у нас здесь оператор рутер это весь остальной транспорт то есть это метро автобус трамвай и корабли тоже или паромы которые осло фьорд это все одна компания и соответственно для этого всего есть один билет то есть один общий билет по которому вы можете ездить и пользоваться любым транспортом так как у нас компания router с весны еще 7 марта сделала бесплатный проезд для украинцев ну то есть мы не сталкивались билетами ты просто заходишь в транспорт если это не поезд и показываешь документ свой можно голубую карточку я обычно показываю голубую там написано украина и она проходит обычно но может надо иметь свой паспорт но я обычно паспорт не показывала никогда даже вот когда были проверки этой голубой карточки было достаточно раньше когда у нас еще не было голубой я пользовалась оранжевой карточкой но эта оранжевая карточка она действует полгода и потом я читала что были у людей проблемы когда они показывают оранжевую карточку она была просрочена паспорта украинского не было их штрафовали штрафы довольно высокие получается штраф около тысячи я не знаю от чего зависит но иногда слышала про 900 чем-то иногда больше тысячи в компания тоже были бесплатные поезда дальнего следования они уже не были бесплатные с весны но вот здесь местные электрички например у нас от ши доехать до осла электричка можно пользоваться или поездом и мы ездили проезд был бесплатный до 12 сентября и обычно то есть периодически начинаются слухи что рутер заканчивает бесплатные проезды но обычно они говорят об этом заранее то есть когда они на поезде собирались делать проезд платный то где-то за две недели постоянно когда показывали билеты или документы нам говорили что вот 12 сентября будет платный нас все время об этом предупреждали то есть не может быть что сегодня они говорят что да бесплатно а завтра вдруг он станет платным я спрашивала попадала на проверку 27 28 декабря в автобусе показывал свою голубую карточку спрашивала говорю когда проезд будет уже платным они говорили пока бесплатный у нас пока нет никакой информации на сайте рутер тоже нет информации если вас интересуют зоны то зоны рутера можно посмотреть на сайте я здесь дам ссылку покажу какие зоны потому что с этим у меня была проблема это одна из проблем с которых с которыми я столкнулась я установила себе приложение рутер они разные есть в моем приложении не показывала зоны я не знала какую зону себе выбрать почему-то решила что у меня зона 1 и хотя дальше я покажу как выглядит это приложение там показывается какая ваша зона когда вы вводите свою личную информацию то соответственно вам покажет какая ваша зона и я купила себе постоянный билет можно пользоваться одноразовым билетом одноразовый билет например из нашей второй зоны в первую зону стоит 64 или я покупаю так как я зачастую езжу внутри зоны в нашу школу на интеграционную программу то соответственно я покупаю билет на одну зону на месяц стоит 814 крон и ну он выгоден только если вы ездите хотя бы каждый рабочий день туда и обратно и соответственно если я еду в осло я просто добавляю билет добавляю одну зону и добавляю получается 25 крон я получу сверху если я еду в осло если так как я туда не езжу каждый день то мне не выгодно покупать билет на две зоны проблема была в том что я ездила с этой зоной 1 которая не моя у меня 2s зона я ездила наверное полмесяца пока мне один из проводников в поезде не проверка это именно был проводник потому что если была проверка мне бы просто штрафовали проводник мне сказал что у вас не та зона если вы ездите вот здесь вот из шрика вот он то вам соответственно нужна вторая зона не первая мы позвонили в рутер компании объяснили ситуацию что просто человек вот перепутал купил не ту зону и вопрос решился очень быстро они спросили номер билета увидели что билет существует купленный на мое имя и соответственно я его они его аннулировали я купила новый билет и потом они мне деньги на карту вернули я ничего не потеряла не вернули то сколько оставалось там до конца месяца пересчитали так что с этой правой эту проблему мы решили быстро следующий момент если например у вас нет приложения и вы хотите просто поехать вот одноразово решили сесть в поезд поехать то надо помнить что если вы покупаете билет в поезде у проводников кондукторов то соответственно там будет комиссия сверху и комиссия очень большая то есть например для меня билет на две зоны стоит 64 на ребенка 32 и сверху за каждый билет с вас возьмут еще плюс 40 мне рассказали чтобы чтобы не попасть на эту комиссию то билет надо покупать или в автомате на станции но только не забывайте что одноразовый билет действует полтора часа то есть заранее его лучше не покупать то есть покупать перед отправлением поэтому не всегда это бывает удобно что вы можете купить например билет в автомате он бывает печатный билет просто как талончик такой выдает тогда он уже начал работать а бывают билеты я не знаю я никогда не покупала одноразовые они выглядят вот как эта карточка только они черные у меня когда-то был надо нам кому надавала на проезд и тот билет черный его надо активировать точно так же как и с этим билетом сейчас сейчас я расскажу потому что тоже может быть проблема из-за этого то есть если вы просто купили билет на сейчас то сейчас начинается время и если у вас отменяется поезд и такое бывает здесь очень часто какие-то проблемы по крайней мере в нашей коммунии в этой части у нас постоянно что-то с то билет пропадет ну не знаю тоже может вы можете потом позвонить и сказать что вот я не воспользовалась вот я купила поезд был отменен и может вам вернут деньги не знаю с этим не сталкивалась но потом мне сказали что если купить вот такую вот карточку они продаются в магазине нарвесен магазин нарвесен маленький магазинчик он есть везде он есть на станциях он есть на вокзалах метро они везде есть эти магазинчики маленькие в них можно купить карточку на проезд вот такая карточка она пластиковая она не именная на нее можно класть деньги то есть вы можете положить 100 крон можете положить 300 крон чтобы вас деньги на ней находились и мне сказали и я переспросила в нарвесене что если я расплачиваюсь вот такой карточкой а не банковской в поезде то соответственно комиссия сниматься не будет да мне сказали нарвесене вот вы совершенно право будет именно так я купила эту карточку причем не тоже было сказано что карточка стоит только если вы покупаете именную карточку она пока продается только на вокзале осло у нас я купить ее не могла и вот если вы будете покупать именно она будет стоить 50 крон где-то плюс-минус когда я купила обычную карточку не именую с меня сняли 50 крон и сказали что любая карточка стоит 50 поэтому думаю что именно стоит дороже соответственно не спрашивал мы пока пользуемся такой эту карточку я купила для ребенка потому что себе я покупаю билеты в приложении или у меня постоянные ребенок у меня иногда ездит и он пользуется такой карточкой мы положили на нее деньги мы сели в поезд первый раз купили два билета которые 64 плюс 32 должны были стоить и я заплатила сто семьдесят шесть я была немножко шокирована решила что мне продали билет туда и обратно и проводник мне объяснила что нет это просто комиссия вы же купили в поезде я говорю так как же между нарвесами объяснили что с этой карточкой с меня не будет сниматься комиссия на грит нет комиссии если вы покупаете билет в поезде то она будет сниматься в любом случае у проводника потому что вы можете просто сесть в поезд открыть свое приложение и купить билет когда вот вы поехали уже что если вот по времени то есть вы сели в поезд приложение купили если все нормально, с телефоном у вас, чтобы он не разрядился в самый неподходящий момент. И, соответственно, так как ситуация была, что мы были не виноваты, нас просто неправильно информировали и не объяснили нам, нам проводник хорошее попалось, она нам эти деньги, которые мы заплатили сверху, 80 крон, соответственно, за два билета, она нам вернула. Но дальше, как пользоваться, соответственно, этой карточкой? Вы можете купить на нее билет на месяц, но его тоже надо активировать. Или просто у меня ребенок, я покажу в следующем видео, покупает в автомате себе билет на эту карточку. То есть у него лежит билет, он выбирает зону, покупает. Но этот билет обязательно надо активировать, как и на черном билете. То есть если у вас есть, вы купили себе билет на эту карточку, но вы его не активировали в поезде, соответственно, он у вас есть, но он не работает. И если зайдет проверка, вы скажете, у меня есть билет, то вас оштрафуют. То есть мне обязательно предупреждали об этом на вокзале в Осло, когда я там у них консультировалась по поводу, как этим всем пользоваться. И они мне сказали, вот пришли люди, которые купили себе три билета на карточку на трех человек, и их на каждого из трех взяли около тысячи штраф, и они вот приходили, потом разбирались. То есть билет активированный только когда он у вас напечатанный на бумажечке, такой как чек. Все остальные их надо активировать в поезде. То есть еще раз, итог всего того, о чем я рассказала. Вы можете покупать билет, то есть у нас есть три варианта, или купить билет в транспорте и, соответственно, заплатить намного дороже. Другой вариант, купить себе карточку, которая тоже стоит денег, и пользоваться ею. И проблема, что если вы ее потеряете, соответственно, вы потеряли деньги, если она не именная. И самый удобный для меня, по крайней мере, способ, это пользоваться приложением. С ним надо разобраться, но когда вы разберетесь, там очень легко потом будет покупать. И если у вас нет проблем, телефон сам не разряжается, не выключается и так далее, то лето легче всего пользоваться именно приложением рутур в телефоне. Единственное, что если вы едете куда-то дальше, выезжаете за пределы коммуны, то, соответственно, вам нужно билет покупать в приложении или на сайте ВИ. Уже поездов. Потому что тогда эта карточка уже не действует. Я ездила чуть-чуть дальше, и, соответственно, мне приходилось покупать отдельно билет на сайте. Смотрите в следующем видео, я покажу, как мы покупаем билет в автомате, и немного расскажу про разные двери в поездах и электричках. Они бывают разного цвета, и это разные виды вагонов. И небольшая поправка. Я сказала, что если вы покупаете в транспорте, то это всегда, карточкой расплачиваетесь обычной банковской, то это всегда вы попадаете на комиссию, это только с поездами, с ВИ. Потому что я часто вижу, я сама не пробовала, я часто вижу в автобусах, что люди заходят и в терминале расплачиваются у водителя. Соответственно, я думаю, так как это происходит часто, что, скорее всего, что там комиссия не берется, там вы просто себе покупаете билет одноразовый. То есть это только комиссия, вот эта большая 40, это у меня было в поездах. С остальным транспортом надо узнавать. Я тут не совсем компетентна в этом вопросе.